Уважаемые господа любители моих небольших роликов и фотографических опытов сегодня мы займемся с вами сравнением очень интересных объективов ну как всегда у нас дежурным является объектив хассельблат 120 миллиметров современный фотоаппарату x1 d2 который мы и пользуемся а вот вторым объективом в этой паре будет настоящий анастигмат причем анастигмат исторический это договор самый ранний 1883 года тот самый который был создан эмилием фон гогом он сначала предложил свои услуги то есть расчет этого объектива фирме цейс но там был рудольф который конкурировал с фон гогом считал себя величайшим оптиком в мире в окрестностях он написал отрицательный отзыв и эмиль фон гог обратился с этим объективом с его расчетами герцу герц понял что это гениальная вещь а в чем гениальность гениальность стоит в том что фон гог сделал симметричный объектив с тремя линзами то есть тремя астигматическими склейками которые исправляли изображение очень хорошо вот эта идея была так прекрасна и такая оригинальная что до сих пор выпускаются объективы по этой схеме ты их многократно изменяли разносили линзы меняли стекло его дисперсию меняли разные фокусы с ними делали но тем не менее в основе современных объективов в том числе для форматной фотографии лежат все те же самые архаичные до горы они очень хороши я вот до сих пор пользуюсь и этим объективом вот у меня 240 миллиметров объектив до гор но единственный недостаток у них нет затворов поэтому у меня он смонтирован в копаловский затвор номер три для шеи широко пользуюсь он отлично кроет 18 на 24 сантиметра поэтому форматный отличный объектив единственный недостаток как у всех до горов это паразитный свет который ловит ну все анастигматы паразитный свет любят даже самые современные плохо его держит поэтому нужно использовать бляночку и вот использую такую самодельную склеена из от тубуса из-под коньяка так вот если обратиться к истории то до 1904 года название до горня была расшифровывается он просто допель анастигмат герц до гор первые буквочки использованы и до этого назывался вот этот пер этот объектив из первого выпуска назывался просто двойной анастигмат герца собственно говоря это и есть у него есть уже ирисовая диафрагма все честь по чести двойная склейка выполнен как ювелирное изделие несмотря на свою древность хорошо сохранился из клейки не разошлись подробности всех эти можно просесть книжки до гор искусство фотографий это действительно двойной анастигмат но от которой оказывается очень хорош для фотосъемки но как всегда я начал с простых сюжетов я нахожусь недалеко от деревни василева это за сергиевым посадом здесь очень красивый прудик на котором начинает таять лед он приобретает своеобразный цвет который очень интересен для тестирования объективов что я сейчас и буду делать то есть я снял такое небольшое болото лужу в котором начал таять снег но здесь видно что если поставить вот снимок сделанный догором и хасибладовским объективом то они очень похожи если их увеличить посмотреть серединке то окажется что разница конечно есть конечно объектив которому 140 лет заря астигматов он конечно уступает по разрешению хасибладовскому объективу если посмотреть на соседний сюжет обратите внимание то на этом сюжете вы видите некое пространство то есть некий ландшафт тоже картинка догора и хасибладовского анастигмата тоже очень похожи между собой но при ближайшем сравнении если поставить обе картинки мы видим что в центре кадра у нас располагается церковь которая передана совершенно иначе догором и анастигматом он проигрывает разрешение а некоторая колористичность догор связана с размытием вот этих изображений которые строятся за счет того что происходит разбиение тонких линий значит вот этими самыми колористическими тонами которые разбивают немножко размывают изображение то есть картинки практически идентичные ну и третий снимок который собственно говоря характеризует работу этих объективов как практически одинаковые если не считать разрешение это съемка небольшого заводе снятая с моста с сухими засохшими деревьями там следы от животных видны но в целом картинка существенно не отличается конечно дело интересное сравнить эти два объектива таком антропогенных условиях и для этих условий я выбрал очень специфическое место посмотрите уважаемые господа я нахожусь в интересном месте в поселке вербилки на улице забырина дом 1 где находятся вот эти чудесные изделия которые сделали в основном руками дело в том что сегодня от тестирую объектив и камеру в этом чудесном магазине где вы сможете сравнить как технику светлых тонов так и различную работу с бликами как у современного объектива так удагор советую побывать в этом магазине потому что вы можете получить искреннее удовольствие от того что здесь посмотрите и приобретете магазин при фарфоровом заводе в вербилках еще основанных основанный гарднером конечно прекрасное место для изучения объективов поскольку это позволяет посмотреть как они работают в светах то есть светлых тонах и как они ловят блики все объективы их не любят поэтому так их мучить особенно приятно вот посмотрите на общую витрину снятую до гором и современным анастигматом как вы видите разница не очень велика даже до гора поприятнее поскольку он так более равномерная нерезкость дает а вот в светлых тонах оказывается картинка практически идентичная вот на подоконнике стоят предметы кухонные утвари и здесь вы видите что что разницу особую извлечь из съемки объективами 140 лет разницы невозможно то есть иначе говоря до гора работает примерно так же как современный анастигмат но проигрывает в разрешении при съемке кстати стали выясняться всякие тонкости оказывается не совсем эквивалентно работают затворы дело в том что в хассельбладе вот в этом x1 d2 у него в каждом объективе центральный затвор как в старинном пленочном объекте хассельбладе плюс еще есть затвор непосредственно в самой камере но понятно что когда я снимаю объективно пользуюсь объективным затвором а когда вот этим гибридом самодельным он конечно пользуюсь затвором камера он работает стать очень тихо почти без вибраций но тем не менее разницы нет тут посмотрите на два снимка кружек там есть такая витрина где кружки на все вкусы очень красивая я не удержался снял но выяснилось что затвор работа по-разному нижняя часть затвора снятого в объективе работает как то размывает изображение очень странно хотя . и уровень был один и тот же как вы видите объективы похожи интересны но тем не менее разница кое-какая есть и поэтому давайте перейдем к следующему сюжету уважаемые господа я нахожусь в глухом лесу недалеко от города талдон здесь много прекрасных деревьев покрытых мохом много красивых сюжетов избушек заброшенных лесных и прочих всяких приятностей русского леса где я продолжу испытание двух объективов кассельбладовского макрообъектива 120 миллиметров и с тем же фокусным расстоянием знаменитого до гора того самого которого началась история анастигматов этот сюжет собственно говоря начался с того что я хотел поработать в лесу но работа в лесу крайне затруднена была была очень плохая погода и поэтому я ограничился несколькими кадрами сделанным на более открытых пространствах где удалось показать как работают на больших длинных ландшафтах эти два объективы все-таки 120 миллиметров накладывает некоторые ограничения вот посмотрите что получилось и 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 the rec or them и п a k . в unquote im a Да, разрешение разное, но цвет практически идентичен. То есть, объективы работают очень похоже, несмотря на особенности схемы. Заложенные еще фон Гогом идеи в симметричные анастигматы, на самом деле, в той или иной форме реализуются в современных объективах. Поэтому и картинки сходны. Но особенно интересно для старинного объектива, как они работают в портретной съемке. Посмотрите, сделанный снимок Хассельбладом. Видите, здесь можно сосчитать все волоски в бороде у модели. Никаких проблем нет. Но контрастноватая картинка. А вот, если взять и сделать портреты классические, то есть, с размытием небольшим, то тут все будет очень интересно. Я что имею в виду? Дело в том, что в старые времена, если объектив, например, анастигмат, оказывался слишком резким, с ним боролись. То есть, как? Ставили объектив, открывали затвор камеры и в момент экспонирования, это обычно 1-2 секунды, проводили по штативу гребешком для расчесывания волос. И тогда камера создавала микровибрации. Вот этих микровибраций было достаточно, чтобы сделать небольшое туше, боке или размытие, как вам больше нравится, и получить такой более мягкий портрет. Вот, посмотрите, я сделал это вручную, просто камерой, Хасельбат X1D2 это позволяет сделать, с Дагором и современным анастигматом. Видите, небольшая размывочка есть. Но, тем не менее, по пластике это повеселее объектив старинный. То есть, для портретных съемок он хорош, так же, как и перископ, так же, как и антипланет. Ну и финальный портрет, собственно говоря, обратите внимание, что рука вынесена на огромное расстояние от лица, а уровень нерезкости практически одинаков. Вот эта особенность Дагоров, особенно ранних, она очень приветствовала свое время для художественной фотографии. Попробуйте поэкспериментировать с микровибрациями, это тоже полезный навык, который может возникнуть. Значит, теперь небольшое отступление, поскольку мне очень много делают замечаний по поводу того, что, мол, где я использую объективы не для того формата. Но это не совсем так. Потому что, например, перископ 120 мм, он вообще был приспособлен для вот такого размера картинок. Ну, в два спичечных коробка. То есть, очень сопоставимо с современной матрицей. Для того, чтобы такие странные вещи не высказывать, и чтобы вас не запродозрили все-таки в таком нежном дебилизме, полезно почитать какие-нибудь книжки. Книжек выпускалось очень много. Вот изящнейшее руководство Яхима, например, для основ фотографии. Вот советские замечательные, начинающие ему фотолюбителю книжки. Хотя бы такое надо почитать. Вот книжка, выпущенная, знаменитая книжка Фогеля, выдержавшая огромное количество изданий. Это все еще дореволюционные, но за исключением советского периода. Есть книжки, которые просто являлись событиями в мировой фотографии. «Самоучитель. Фотография Зенгера». Пожалуйста. Очень полезные, интересные книжки, которых гигантское количество накопилось за всю историю фотографии. 150 лет непрерывно. Вот, например, Шмидт, практическая фотография. Все это очень хорошо, очень интересно. Это хотя бы даст какие-то минимальные знания, которые могли бы заменить ваши мозговые полюции, которые никого в интернете, кроме вас самих, оплодотворить не могут. Но для человека гермафродитизм неизвестен. Поэтому постарайтесь сдерживаться. Но тот, кто действительно занимается, серьезно пытается разобраться хоть в чем-то, то вот Волосова фотографическая оптика. Хоть это почитайте. Конечно, книжка 1971 года. Я понимаю, что как бы столько лет, у нас цифровая фотография, а оптика осталась все той же. Зачастую стало еще хуже. Как многие фирмы сейчас любят делать, берут и исправление дефектов собственных оптических систем вкладывают в программы камер. После этого переставляете объектив через переходник на другую камеру и выясняет, что это вообще не объектив, а недоразумение. Просто у него очень хорошо исправлены скорректированные ошибки программным обеспечением камеры. Ну, тот, кто посерьезнее. И тот вот Слюсарева знаменитая книжка тоже 70-х годов, 75-й год, расчет оптических систем. Смотришь, чего-нибудь и научитесь. Но если уж совсем, так сказать, лень все во в чем-то бы то ни было разбираться, то тогда Микулин. 25 уроков фотографии. Эти книжки выходили миллионными тиражами. Здесь хотя бы общие сведения. Ну, про оптику нужно читать специальные книги. Тогда вам станут доступны удовольствия чтения и таких вот произведений, как герц, искусство, фотография, то есть догоровские объективы и все, что с ними связано. Ну, а теперь передвинемся дальше. Посмотрим, что еще удалось снять двумя этими объективами. Уважаемые господа, для тестирования объектива Догор я выбрал прекрасное место. Город Ростов-Великий. Это практически город-музей, в котором огромное количество церквей, монастырей и красивейшее озеро Нера, которое в облачную погоду дает фотографам огромные возможности для самовыражения. Попробуем использовать наших два объектива и сравним результаты этой съемки. Следующий сюжет у нас из Ростова-Великого. Это прекрасная фотографическая Мекка, где можно наслаждаться этими удовольствиями бесконечно. Очень хороший город, очень интересный. Но если хотите избежать толп туристов, то лучше в простой день ехать. И там есть замечательный завод, в котором производят ювелирные изделия. Это замечательное место. Там много всяких красивых предметов, блестящих. То есть мечта ворона и моего попугая. Но, тем не менее, там есть и такие рисунки, нанесенные на металле. Очень красивые. Вот, посмотрите, несколько фотографий. Снятые как Дагором, так и Хасельбладовским объективом. Снятые как Дагором, так и Хасельблады. На этих фотографиях что видно? Видно, что эти объективы работают практически одинаково в условиях неважного освещения. Но, тем не менее, довольно точно передают и цвет, и форму хорошо. И, так сказать, объем передается. Особенно на последнем снимке с часами, где вы видите расстояние от картинки до часов довольно большое. Но, единственное, что опять-таки приятность состоит в том, что Дагор размывает изображение более гармонично. Посмотрите, рваные вот эти пудреницы изображения, рваные в нерезкости, сделанные объективом Хасельблад. И такие довольно пластичные изображения, снятые Дагором. Меньше раздражает. А так, картинки практически идентичны. И, в общем-то, обсуждать равные картинки только из-за разрешения смысла никакого не имеет. Но Ростов-Великий – это прекрасное место. Там еще огромное количество хорошо сохранившихся храмов, где можно поиспытывать любые объективы. Плюс озеро Нера. Редактор субтитров А.Семкин Вполне естественно, что я воспользовался и сделал несколько кадров. Ну вот, посмотрите, то место, где я как раз записывал ролик, я сделал снимки стены монастыря, небольшой фрагмент башенок. Как вы видите, картинки очень схожи. Не менее похожа картинка и озера Нера с ветлой, который располагается рядом. Ничего такого выдающегося нет. Ну, побывав в Ростов-Великов, не снять намылившую глаза звонницу было невозможно. Я тоже ее снял, где можно сравнить и Дагор, и Хасельбладовский объектив. Разница очень невелика. Ну и завершая наш фильм, мне хотелось бы показать несколько сравнительных кадров, сделанных в Москве с верхней точки, с восьмого этажа, если быть точным. Рано утром. Видите, здесь есть и даже елки с шишечками, и дома совершенно современные, и провода, и все остальные удовольствия городской жизни. Ну, видите, разница, не бог весь как велика, сравнивать тоже нечего. И цвет практически идентичен. Ну, еще раз говорю, за счет размытия изображения Дагоря чуть получше. Ну, если не увеличивать. Ну, и еще один снимок такой финальный. Это снят в Переславле-Залесском. Меня подкупил контраст неба и построек. То есть храмы колокольные, они в разной тональности. Ну, здесь на этом видно, как работают классические анастигматы. Как самый классический, самый первый, и как самый современный из тех, что выпущено в недавнешнее время. Как видите, разница невелика. То есть, подводя некий итог в нашем сегодняшнем испытании, можно сказать, что да, Эмиль фон Гог 140 лет назад разработал, создал с помощью Герца уникальный объектив, который до сих пор находит применение и выпускается. Его, так сказать, прапрапраправнук работает примерно так же. Правда, за счет развития асферической оптики, специальных сортов стекла и компьютерных способов расчета объективов, он дает лучшее разрешение. Во всем остальном, это две одинаковых конструкции. Если вам не надо делать гигантских фотографий, то старенький Дагор работает ничуть не хуже, чем современный Хаселевский анастигмат. Правда, менее удобно. Поэтому выбирайте, чем вам заниматься. Но мне кажется, что старинный анастигмат, он может быть таким же отличным инструментом для фотографии, которого надо использовать под конкретную задачу. Поэкспериментируйте с современными камерами, старинными объективами, особенно анастигматами, и получите известное фотографическое удовольствие. А может быть, приобретете себе новый инструмент для искусства. Удачи в этом занятии. До свидания. Субтитры делал DimaTorzok